Приветствую вас! Первое, о чём мне хотелось бы сказать вам, это то, что вы по факту, по сути, не задаёте своего вопроса. То есть вы не спрашиваете у нас, у психологов, что-либо. Вот. Вы не спрашиваете, не задаёте никакого вообще вопроса нам. И это, конечно, весьма и весьма подозрительно в данном случае, потому что если вы хотите, чтобы мы помогли вам, то как минимум нужно, чтобы вы спросили у нас, что вы хотите. Вот. Как минимум нужно, чтобы вы сформировали, сформулировали, если угодно, запрос. Потому что без него, без запроса, на мой взгляд, достаточно сложно будет вам давать какую-либо рекомендацию. Итак. Что я могу сказать. То, что вы хотите стать реганом, да, это ваш выбор. И дело здесь не столько с том, что вы хотите им стать, да, а дело здесь скорее именно с том, для чего вы хотите им стать. Почему вы приняли такое решение. Ведь, когда вы говорите о том, что вам тяжело обороняться, да, то есть когда на вас, грубо говоря, психологически нападают, да, и вы не знаете, что делать с этим, вы не знаете, куда деваться, вы не знаете, что противопоставить, да. Вот. А это означает, что вы сомневаетесь, вы сомневаетесь в том, что выбрали, вы сомневаетесь в том, что делаете, вы не уверены в том, что вы не уверены в себе. Вот. И вопрос, конечно, здесь заключается именно в том, в чем именно вы сомневаетесь в себе. В чем конкретно вы сомневаетесь в себе. Ведь, если вы приняли решение, да, если вы приняли решение, вы приняли решение быть геганом, и это решение ваше, то вы, наверное, знаете, почему вы такое решение приняли. Исходя из того, что вы написали, я могу предположить, что с целеобразованием у вас есть как раз-таки небольшие проблемы. Потому что, ну, есть сомнения в себе, есть сомнения в том, что вы делаете. Вот. Это вот все первые моменты, первые такие серьезные аспекты, на которые мне представляется нужным обратить ваше внимание. Дальше. 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 Необходимо понять, что вы выбиваетесь своим поведением, своим решением, вы выбиваетесь из представлений ваших родных. То есть просто-напросто выбиваетесь. То есть вы ставите себя как-бы вне их. Вы ставите себя как-бы вне. То есть вот они считают так, да, а вы, ну, вы вот, вы думаете по-другому. И они не могут принять того, что вы думаете по-другому, того, что вы считаете по-другому, того, что вы видите всю ситуацию иначе. Вот. Этого они принять не могут. И вопрос, который нужно задать вам, например, себе или, может быть, даже им, если угодно. Это вопрос, по какой причине, да, они не могут принять ваш выбор. То есть, ну, то есть, ну, вот они пытаются вас, на вас давить. А с какой целью? Они пытаются на вас давить. Что они хотят получить? Что мешает им принять ваш выбор? Вот. Ну, вот они говорят, что вы умрёте. Понимаете, даже если, даже если какая-то угроза для жизни и есть вам, даже если, что эта угроза в любом случае сразу себя не проявит. То есть, ни одна угроза не способна проявить себя сразу. Вы, впервые, заметите, что вам стало плохо, вы, впервые, заметите ухудшение самочувствия и так далее. Но! Ваши родные не пытаются даже этого, этого допустить. Такое впечатление, что они просто-напросто не дают вам возможности выбирать то, что вы хотите. Не дают возможности самостоятельно принимать решение. И это уже наводит на определённые мысли. А по какой причине люди ведут себя именно так? А не прикрываются ли они заботой о вас? А в действительности, да, там, какие-то свои собственные, значит, цели, да, пытаются продвигать за ваш счёт. А если да, то какие? Понимаете? Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, у вас есть одна системная ошибка в том, что вы пишете. Вы говорите обороняться. То есть, вы говорите вот, я не знаю, как мне обороняться. Подумайте. Обороняется тот, кто защищается. А защищается тот, у кого есть угроза. То есть, грубо говоря, если вы защищаетесь, значит, вы чувствуете, что вам угрожают, значит, вы чувствуете себя в опасности. Если вы чувствуете себя в опасности, значит, вы сомневаетесь. А если вы сомневаетесь, значит, ваши родные воспринимают тот факт, что вы сомневаетесь как своего рода плюс им. То есть, это плюс для них, что вы сомневаетесь. Если вы сомневаетесь, значит, они правы. Тогда. Получается. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому здесь ваша, конечно, есть системная ошибка в том плане, что не надо обороняться. Если они хотят что-то говорить, если они хотят что-то делать, если они хотят как-то вас защищать, например, то пусть они это делают. В этом нет ничего страшного и плохого. Вот. Но вы, вам к этому нужно относиться адекватно. Вам к этому нужно относиться, ну, весьма и весьма критически. Потому что если люди это делают именно для вас, а не для себя, то и ориентироваться они будут тоже на вас, а не на себя. Вот. А если люди ориентируются на себя, то значит, на вас им в данном случае, ну, если не плевать, то не так уж сильно вы их волнуете. Вот. А если вы их не так сильно волнуете, то, соответственно, имеет смысл и не обращать внимания на то, что они говорят. Но при этом, при этом, тот факт, что вас продолжает задевать то, что они говорят, остается неизменным. Этот факт никуда не девается, поэтому с ним, с этим фактом вам нужно, нужно по-преднему разбираться. То есть, то, что вас задевает, то и если вас задевает то, что они говорят и делают, это проблема исключительно ваша. И, соответственно, проблема этого кроется в вас, опять же. А точнее, даже не в вас, а в том, в том, что вы делаете. В том, что вы выбираете и чем вы руководствуетесь при принятии решения. Вот это вот, на самом деле, самое важное. Итак, постарайтесь понять, что движет вашими родными, когда они пытаются вас оберегать от того, что вы делаете. Постарайтесь сами же определить, для чего вы делаете, то, что делаете, да, то есть, с какой целью, с какой целью, что хотите получить, что ожидаете, вот. Скажите, как влияют, как влияют ваши родные на, собственно, вас, да? То есть, ну, если вы хотите, допустим, делать то, что делаете, но по, вот, из-за родных, например, да, вы не можете это сделать. Соответственно, как это на вас влияет? Вот как именно происходит влияние, вот, на мой взгляд, нужно обязательно тоже разбираться. Потому что это, это важно. Во. И уже исходя из этого, можно будет вам давать какие-то рекомендации. Пока я вижу, что веганство для вас, если вы действительно решили, значит, быть веганом, пока я вижу, что веганство для вас, это лишь только какой-то такой пробный вариант, да, то есть, вы сами не уверены, не уверены еще в том, что хотите и так далее. Вот. И свою неуверенность вы проецируете на ваших родных, которые, может быть, пытаются вас защитить как-то. Вот. Вот. То есть, смотрите, вот, вы пишете, да, родственники, друзья нападают на меня психологически. Но нападают психологически, это как? То есть, как именно нападают? Как именно проявляется это? Они говорят, что это неправильно, что ты будешь страдать, тебе будет плохость и так далее. Но, понимаете, какая история? Если вы, значит, принимаете какое-то решение, если вы принимаете, если вы делаете какой-то выбор, то вас всегда будут по большому счету отговаривать, потому что людям сложно принимать выбор другого человека, особенно если этот выбор отличается от общепринятого. Вот. Поэтому я думаю, что если вы не можете, например, выдержать того давления, которое оказывается на вас, то есть, иначе говоря, вы сомневаетесь в том, что делаете, да, посмотрите вот на обратную сторону того, что происходит. Если вы не можете выдержать давление на себя, то, быть может, веганство вам не так уж сильно и нужно, может быть, веганство это всё-таки не ваше, подумайте об этом. Да, потому что если вы в чем-то уверены, вот, например, вы хотите, допустим, есть. Ну, просто вот, вы хотите есть. И если вы хотите есть, то я уверен, что кто бы вам не говорил, что есть вы не должны, или что это плохо, или вот что-то такое, я уверен, что есть в основном будет. Надо свой путь хотеть, хотеть, хотеть есть. Просто потому что вы знаете, что это нужно. А если вы позволяете убедить себя в том, что вам не нужно есть, это, опять же, ваш выбор и следствие того, что вы не уверены в необходимости принятия пищи. Короче говоря, короче говоря, вас задевает то, что они нападают. И задевает то, что они говорят, что вы умрёте без молока, мяса и яиц. Вот. И вот то, что вас задевает, это ваша, ваша собственная ответственность. И вам вот эту ответственность за то, что происходит нужно взять на себя. И вот уже тогда, когда вы сделаете это, когда вы не будете говорить, что на меня нападают. Да, да. Будете вместо этого говорить что-то вроде того, что я, например, позволяю нападать на себя. Или меня задевает то, что они не согласны со мной. Или меня обижает то, что они не согласны со мной. Или мне нужна поддержка в том, что, ну вот, в том, что я делаю. Когда вы будете вопрос ставить так, то вы сами увидите, как ситуация качественно изменится. Потому что сам подход к восприятию, он будет немножечко другой. А смущает правда то, как вы задаёте вопрос. А то уж вы написали совсем немножечко, а написали вы совсем вот вообще чуть-чуть по проблеме своей. Вот. И есть у меня опасения, что вы либо делаете это просто с проформы ради, ну то есть просто вот, знаете, просто врать вопрос. Не особо надеюсь на что-либо. Либо вы не верите в то, что ваши проблемы можно решить. Можно решить, если вы сами этого хотите. Если вы, наконец, сформируете запрос к психологу. То есть скажете, я хочу поменять то-то или что-то. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что он помог, помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.